Легенды Изенвальда Приветствую вас! Легенды Изенвальда продолжаются! От знака киселины я узнал целых три способа, как исцелить старого Бруна Гроссенхофа от пьянства. Первый способ это зелье. Но это зелье я могу использовать и в бою, так что зелье я постараюсь оставить себе и использую его только в самом крайнем случае. Второй способ это проповедь. Лучше всего проповеди о вреде пьянства удаются Аббату Эберу из монастыря Святого Люция. Вот туда я сейчас и отправлюсь. И по пути мне встречается Гюнтер Райке. Один из моих вассалов с западного берега реки Мосс. Так что надо с ним поговорить о междоусобице в западном Ланштайне. Гюнтер Райке рад видеть меня в добром здоровье. Но прекращать расприю по слову своего сюзерена он не торопится, как, впрочем, и другие двое рыцарей. И вот он заводит, уже ставшись знакомым, разговор о том, чтобы уничтожить половину моих вассалов из западного Ланштайна. Усмирите двоих из троих раскутахтавшихся петухов и можете всецело рассчитывать на мою покорность. Я уже подозреваю, что мне скажет Эрик Раушильд. Надо думать о том, кого оставить в живых, а кого уничтожить. Решение это нелегкое и надо выслушать все стороны. И так не остается никаких сомнений, что именно Эрик Раушильд начал эту расприю. И нет никаких сомнений в том, что жалоба квелбрукских купцов на Гумбольта Лангарда совершенно справедлива и обоснована. Ну а то, что Бруно Груссенхофф горький пьяница, это я уже и сам в этом убедился. Ну что ж, Гюнтер, расскажи мне о своем роде. Может быть заслуги твоих предков так велики, что в живых оставить, безусловно, нужно тебя. Ну, твоя аналогия насчет лягушки кувшином с молоком. Ланштайн не скиснет, пока здесь стоит Фрош и его хозяином является Гюнтер Айки. Эта аналогия слишком абстрактна и неубедительна. С другой стороны, чернь перемывает тебе косточки на каждом углу, в каждом кабаке. Можно цену их словам не придавать, но сам факт таких пересудов говорит не в твою пользу. Ну и раз ты сам завел разговор о своем женолюбии, то давай поговорим о патчерице Анне фон Гинсен. Хо, может быть она и сплетница, я об этом не хочу спорить. Но она все-таки мачеха и за патчерицу свою отвечает. А грязные эти разговоры чисты, меня это не волнует. Меня больше волнует, правдивы ли они. Так что мне придется в этом разобраться. Ну а пока я не разберусь, объявлять войну я тебе не буду. Ну вообще-то направлялся я в монастырь Святого Люция. И отец Эбер прочитать проповедь не отказывается. Правда, сомневается в том, что проповедь подействует на пьяницу Гроссенхофа. Честно говоря, я тоже сомневаюсь. Но надо иметь веру хотя бы с ячменное зерно. Итак, готовься в дорогу, помолись. А я пока посмотрю, что я полезного и нужного могу приобрести в монастыре. Ну, из полезного только зелье здоровья. Его я и куплю. Аббат Эбер готов отправляться в путь вместе со мной. Но я еще хочу заскочить в деревню Широкобережную. Посмотреть, что я могу прикупить там. Вот, настой и укрепление духа. Отлично. И также, прежде чем отправиться в Гроссенхоф, я хочу поговорить с последним из моих западных вассалов, с Эрихом Граушильдом. Вот он не стал от меня бегать. Так же рад меня видеть живым. Жалуется на своих соседей. Ну вот, рад бы мне помочь, но ему не до этого. Началась междоусобица. В общем, знакомая песенка. Когда число воюющих сократится вдвое, оставшиеся с радостью вновь примкнут к тебе, Бальтазар. Ну, просто замечательно. Ох, ну давай, рассказывай, жалуйся на своих соседей. Ну что ж, подведем итоги. Гюнтер Райке погряз в разврате. Пруно Гроссенхоф давно уже не возвращается из плавания в море крепленого вина. А Гумбольд Лангард превратился даже не в ростовщика, а в капера, грабителя, раубридера. Ну что ж, расскажи про свой род. Чем он славен? Грушильды самые надежные сподвижники и самые лучшие воины. И лучше всего своими предками похвастаться можешь именно ты. Действительно, твой предок был крайне славен, сражался с язычниками, и когда подоспела помощь, не смогли даже понять, из какого он рода. Вся краска на щите без остатка стерлась от вражеских ударов. Предок славный. Воинские умения твои и твоего рода будут очень ценными в нынешнее неспокойное время. Они пригодятся и мне, для освобождения замка родового. Да и всему Изенвальду, ведь надвигается война с Ландкрафом Вестротвальским. Вот единственное, что это твоя гордыня. Впрочем, есть план, как преподать тебе урок Смирения и твою гордыню уменьшить. Но что-то я не вижу никаких зацепок, никаких подходов для преподнесения тебе этого урока. Похоже, действительно, мне нужно найти и то самое особое вино из Эрсклинца. Так, ну что ж, получается. Все мои вассалы из Западного Ланштайна плохи, и выбирать мне придется два наименьших зла из четырех. Эриху Грушильду можно преподать урок Смирения. Бруно Корсенхофу можно излечить от пьянства. Гюнтера Райки можно женить, и тогда, быть может, он остепенится. Ну а Лангарду можно преподать урок другого свойства. Уничтожить его сборщиков податей, которые занимаются сбором податей вдалеке от его владения. Надо над этим подумать. Ну а сначала у меня почти все готово. Надеюсь, вернее, что готово все для того, чтобы излечить Бруно Корсенхофа от пьянства. Я думаю, что проповеди такого служителя церкви, как Аббат Эбер, и если прибавить к этой проповеди увещевания Сизерена, я думаю, этого хватит. Итак, начнем. Ох! Бруно, Бруно, да ты не только пьяница, ты еще и охальник. Так со служителями церкви разговаривать. Ох! Какие интересные подробности-то всплывают. Аббат Эбер, оказывается, приторговывает монастырским вином и вместо проповеди начинает оправдываться. Хм. Но, впрочем, это дело находится не в моей компетенции. Пусть этим занимаются его начальники из церковной иерархии. Но все-таки я смотрю, Бруно Кроссенхоф очень грамотно перевел стрелки и от проповеди очень умело отвертелся. Так, но пропустим по стаканчику мы с тобой потом. А сначала я использую еще один способ. Значит, надо опробовать на Бруно Кроссенхоф следующий способ, предложенный знахокой селиной. Найти ему бабу. Но я думаю, такому закоренелому пьянице, как Бруно Кроссенхоф, подкладывать какую-нибудь трактирную девку или крестьянку смысла не имеет. Бабу ему нужно найти умелую и горячую. Настоящую картизанку, гетеру. И, наверное, за этим нужно отправиться в Квеллбург. Так, а что это такое? Шайка наемников. Откуда она там взялась-то? И в составе двое охранников, которые вполне могут быть вооружены копьями. С этой шайкой нужно разделаться, но копейщики очень эффективны против всадников, вышибить их из седла, и всадник получит ранение, так что своего эсквайра я спешу и отправлюсь разбираться с этой шайкой наемников. Откуда же они там взялись-то? Вообще мне непорядок. Только-только зачистил и снова там. Ага, ну я был прав. Двое копейщиков в составе. И еще разбойник-лучник, который умеет применять точный выстрел. А точный выстрел пробивает даже защиты. Так что лезть под точный выстрел сквайром я не буду. Выжду, выжду и мистиком. Ну и сейчас буду максимально повышать сквайру атаку и защиту. И наемники эти я смотрю решили разделить свои силы дабы не дать мне сосредоточить удар на ком-то одном из них. но все равно и мистик и сквайр будут бить два раза подряд. Так. Ага-ха-ха-ха-ха. А следующим после мистика будет ходить разбойник-лучник и точный выстрел у него уже наготове. Так что я не буду добивать охранника а сколдую негрета на этого разбойника. Ну и теперь можно максимально повысить защиту сквайру и заодно подлечить его. Кстати я угадал. Ну что ж добиваем одного охранника и дожигаем второго. Разбойник-лучник сбежал. Трофеев маловато, но получил я какую-то в качестве трофея какую-то серебряную диадему. Серебряную диадему весьма тонкой работы. Ага. Но все равно я направлялся в сторону Квелбурга и как раз заодно продам эту диадему. О, кстати, золоченый крендель. Таверна на слуху всей местной знати, все благодаря знаменитому яблочному сидру и сахарным кренделькам красавица правда в народе толкует, что не только крендельками красавица приучает гостей. Может быть попробую-ка я договориться с этой красавицей, может быть она своими сахарными крендельками угостит Бруно Гроссенхофа? Ага, ну вот и сразу с порога мне предлагают непристойное предложение. Некую юную нимфу. Так, похоже я ошибался. Предлагают мне не жену хозяина трактира, а некое дворянское дитя, чья кожа нежна, как апрельское солнце, аромат тела пьянит словно горный лук мая. Эту нимфу зовут Афра, а дом ее на улице Зеленого Камня. Ну что ж, в Квелбурге я постараюсь ее разыскать. Так, ну эти слухи я уже слышал. Ну что ж, отправляемся к Велбург. Все-таки был прав насчет крутизанок. Ага, в трактире агаты мне предлагают ласку. Так, я уже ошибся второй раз, но тем не менее, это похоже привело меня в цели. Все-таки нашел я бабу для Бруна Гроссенхофа, но этой бабой оказалась вовсе не Афра с улицы Зеленого Камня. Ну что ж, бабу захватил с собой и надо посмотреть, что могу купить полезного на рынке Крелбурга. Плащ заклинателя номер два. Денежек не хватает, но как раз продам эту серебряную диадему за целых 210 кульденов. Так, плащ заклинателя покупаю, и вот позолоченная кадила кому-нибудь из моих заклинателей хорошо бы, плюс 10 духовной силы и плюс 1 воли. Замечательно просто. Итак, продаю вот эти все трофеи. Ну и, пожалуй, вот эту кожаную кирасу тоже чудесно. Итак, значит, плащ заклинателя мистику. Освободилось одеяние мудреца. Я его околиту, а позолоченная кадила остается отдать знахарке. и результате с инициативой инициатива у заклинателей понизилась на 2, но, тем не менее, нужная разница в 1 единичку инициативы остается. Отлично. Ну, что ж, идем в замок Гроссенхофф. Так, а что за проблема-то? Это Диадема мой законный трофей. Так, и опять, опять этот торговец Леон. Афра с улицы Зеленого Камня, который торгует мачеха, продала Диадему. Как интересно, так как интересно. вот так вот нежданно негаданно я, похоже, напал на ниточку, которая поможет мне распутать кубок, кубок, связанный с Гентром Райки и Анной фон Кинсен. Ну, хорошо, сначала я зайду к Гроссенхоффу, а потом уже поговорю с Райки. Тем более, вон какая. Куртизанка настоящая ведьма, ржеволосая. Я даже не хочу себе представлять, что она может творить в постели, чтобы слюной не стечь. Да что ж ты будешь с этим Брону Гроссенхоффу делать? Ох, от проповедей отказывается. От Куртизанки такой крутизанки. От такой крутизанки тоже отказывается. И все ему черти чудятся везде. Ха, бургомистер черт, проклятие. Ну да, уголь ему нужен для того, чтобы топить адские котлы. А котлы эти он поставил в самом Квелбурге. Так что Квелбург это филиал Ада. Да уж, действительно крепко тронулся у Мишка. Ну что ж, остался последний способ. Давай-ка пропустим с тобой по стаканчику. Тем более, сам предложил. А у меня есть, чем тебя угостить. Какая же эта вонючая жижа? Это отличная крепленная настойка. Дикер-мастер или вехерку. Давай выпьем. Ну что ж ты будешь с ним делать? Это дрянь, да, я выпью. Это лечебное зелье все-таки. Вот что с тобой делать-то, я не знаю. К чертям твоим любимым что ли тебя отправить, чтобы твои соседи порадовались? Похоже, Бруно неизлечим. Ни один из трех способов излечения не сработал. Может быть, попробовать добывать уголь из шахты в обход Гроссенхофа? Ну что ж, схожу в шахту, посмотрю. шахтер, привет, привет. Ага, шахтер, я смотрю, бедствует, кто-то воюет, а кто-то просит милостыню. А ведь да, действительно, Бруно крепко верит в чертей. И можно попробовать на этом сыграть. Ага, значит, сейчас 19.48, закат у нас в 9.00, 21.00. И осталось совсем чуть-чуть, подождем 20 минут и отправимся в замок. Мы, черти, со своей стороны разрешаем Гроссенхофу добывать уголь в шахте еще 10 лет. Гроссенхоф со своей стороны дает нам в уплату шлем, наполненный золотыми монетами. И подпись должна быть кровью. Вот что значит обучение в университетах. Ну, в общем, правильно ты его в отхожем месте подкараулил, а так случилась бы какая-нибудь неприятность, пришлось бы отмывать, отстирывать. Ну, что ж, похоже, мы еще на этом и заработали. Но, тем не менее, проблема с угольной шахтой решена. А осталось только получить награду за решение этой проблемы. Ну, а на этом я обращаюсь до следующей серии. С вами был Фахака и канал GamesTotalWarser. До новых встреч!